Привет, группа слухи Сморгонь. С вами снова Василий Добрый вечер и это рубрика Вечер с Добрый вечер. Сегодня со мной человек, отвечающий в нашей группе за спорт, мистер Дмитрий Федоринчик. Здорово, Димон. Здорово. Короче, задам самый главный вопрос, который задают многие в нашей группе. Где у нас находятся в Сморгоне качалки, кресла качалки, тренажерные залы, все. В каждой школе можно найти тренажерный зал. В Коренях 6-я школа, в Восточном 7-я школа, 3-я школа. Точно есть хороший зал от Кроноспана, который. Есть вот этот прекрасный зал для работников агрегатного завода. Также в Юности, ну там точно узнавайте, подходите на вахту, вам подскажут. Вот расскажи только вкратце, как ты сам пришел в спорт, как начал качать бицухи? Ну честно, было это осенью, это был ноябрь месяц, решил я подкачаться. Пришел в зал, начал заниматься и как-то вот уже 4 года занимаюсь. И уже не представляю себя без зала, это как-то стало частью моей жизни. Ну немного, Дмитрий немного стесняется, я могу сказать, что он является кандидатом мастера спорта по сжиму лежа. Так что есть такое дело? Серьезный парень. Ну не очень серьезные достижения, но все-таки. Ну у меня такого нет, я думаю у наших подписчиков большинство тоже. Но я думаю у всех все впереди. Ну вот скажи, а вот на данном этапе твоей спортивной карьеры, что тебя мотивирует, что заставляет идти вверх? Заставляет идти вверх маленькие цели, из которых собираются большие. И достигая каждый день какие-то маленькие цели, поставленные перед собой, я двигаюсь вперед и потом выхожу на большие цели, которые достигаю. И труд, да, каждый день, ежедневный, каждый дневный труд. То есть поговорка о терпении, труд все передают. Работа над собой, каждый день обязательно. Все ясно. Вопрос вот от подписчиков. Как ты относишься к спортивному питанию и что ты можешь посоветовать новичкам с будущим чемпионом, будущим армией? Из спортивного питания для новичков я бы посоветовал не брать ничего, начать заниматься в первую очередь. Отзаниматься хотя бы три месяца и после этого задумываться уже о каких-то добавках. Минимум три месяца, лучше шесть. После этого можно вводить какие-то добавки, раньше не имеет смысла. Можно заниматься, главное построить правильную программу, режим, режим сна, режим питания. Тогда все будет хорошо. Во-первых, по программе и без спортивного питания, все будет прекрасно. Все понятно. И, наверное, кушать больше творога, да? Да, обязательно. Белковая пища обязательно. Грудки, но грудки куриные. В общем, питайтесь правильно, наверняка. Да, правильное питание тоже залог успеха. Вот я тоже так думаю. А вот скажи, давай немножко повспоминаем, пофантазируем. Вот, допустим, тебе получилось вернуться на 10 лет назад. Что бы ты изменил в своей жизни? Ну, если честно, то меня это ничего не хотелось. Это если 10 лет назад вернуться, это у меня был второй курс университета. Я учился там. Какой-как. Какой-как. Да, да. Но, как вот сейчас я смотрю на свою учебу, вот как дальше жизнь развивалась, скорее всего, я бы ничего не менял. Потому что в данной точке, где я сейчас нахожусь, меня все устраивает. Значит, я выбрал правильную дорогу. Дороги все были правильные. Да, дороги, были шероховатости, были неудачи, были неправильные поступки. Со временем хочется все исправить. Жить правильно и жить в свое удовольствие. Все понятно. Вот еще немного фантазии. С кем из известных людей ты бы с удовольствием попил чай? Там гейнер, протеин, бетухи там покачал бы? Ну, есть такие. Джейсон Стэдхэм, например. С ним бы с удовольствием выпил бы чайку и протеинчик, и покачался бы. Он в свои годы в очень хорошей форме находится. Также есть такой актер Дуэйн Джонсон, «Скала». Ну и, естественно, с Арми было бы интересно тоже выпить чашечку протеина и услышать хороший совет отдельно от него. Это Ричков. Да, это золотой ээрободибилдинг. Ну да. Вот скажи немножко давай по Сморгоне, чего не хватает в нашем прекрасном городе, кроме, сразу остановлю, кроме тренажерных залов? Да, ты знаешь, что мне не хватает хорошего тренажерного зала. Эти все это прекрасно. И здесь можно заниматься. Заниматься вообще можно где угодно, хоть в подвальной качалке. Да. Не хватает хорошего тренажера. Но я думаю, все основные качки-то и выходили с подвальных качалок. Да, все начинали с этого. Это сейчас есть выбор. Но если посмотреть по городу, не хватает нам кинотеатра. Да. Это действительно больное место. Кинотеатр есть, только, так сказать, стоит. Где видят? Где проводятся дискотеки, но не проводятся киносеансы, которые Cinema Club, но только по сути клуб. Ну да. Cinema там никакой нет. Ни премьер, ни старых фильмов, ничего нет. Приходится ездить в ближайшие города. Тут вот Молодечно, Минск. Ну хоть Молодечно сейчас. Да, хотя бы Молодечно, но все равно это дорога. Ну я думаю, со временем появится что-нибудь. Хотелось бы в городе. По-любому будет у нас просвет и будет у нас кино. Да, думаю. Не обязательная премьера, но что бы было кино. Я думаю, да. Хорошее кино, можно старое. Хорошо. Скажи, вот ответишь ты, может, на такой вопрос. Скажи, чего ты боишься больше всего? Есть у тебя какая-нибудь фобия? Допустим, там, клаустрофобия или, может, боязнь тараканов, там, пауков, змеев, как у меня. Я змей боюсь? Может, или ты боишься, может, там, стать дрыщом? Нет, этого я не боюсь, это не страх. И, в принципе, ну, если честно, то боюсь замкнутых пространств. Ну, таких не, как там, какой-то лифт, это не замкнутое пространство, считаю. А вот какая-то труба под землей, вот это было бы, наверное, страшно все-таки. Ну, я в такой ситуации не был, но... Ты бы хотел ощутиться в такой ситуации? То есть ты бы поборол бы свою страх? Ну, да, потому что, допустим, был у меня страх высоты, и после службы в армии этого страха уже больше нет, ну, как бы прыжки с парашютом дали свое. Ну, то есть, был страх... Надо всегда бороться, да? Да, надо перебороть свой страх, посмотреть страху в лицо и идти к нему, и побороть. Все правильно. Как считаешь, победа над собой – это победа или поражение? Это обязательно победа. По-любому? Потому что победа над собой предыдущим, который немного слабее тебя нынешнего. Все, отличный ответ. Скажи, какую музыку ты предпочитаешь, какую слушаешь, какие группы, музыкальные направления? Музыкальные направления разнообразные. Это вот тяжелого рока какого-то, heavy metal, может быть, и русский рэп, но такой со смыслом. Не какой-то там, не буду называть их группы, которые сейчас очень популярны. Мне нравится со смыслом. Есть такие группы 2517, вот рекомендую послушать. группа «Грот», хорошая у них совместная композиция, они тоже пишут. «Из старичков», «Продижи», «Линкенпарк», «Лимбискет» – это все… То есть все группы 90-х? Да, да, 90-е – это все. Ну по классике. «Юность», «Детство» прошло на этих группах. Ну я думаю, с Михаилом Томашевичем вы бы «Продиж» это дослушали иметь. Ну Михаил, да. Ну я думаю, все работают, все работают. Конечно, все работают на своих местах. Хорошо, вот я сейчас немножко покажу тебе фотографии, ты будешь называть, что у вас возможно есть общее. Друзья, Михаил, ты называл как-то Дмитрия с Маргонским стетхэмом. Дмитрий, что ты скажешь, что у вас общего? Ну, наверное, лысина. И вот эта вот брутальная щитинка, щитинка, я люблю вот так подходить. Вот сравните, даже сейчас. Все против этой бороды, но я как-то так люблю вот эту гибритость. Короче, лысый, но посередине… Лысый бородатый такой серьезный, молодой человек. Все ясно. Ну не очень молодой. Что вот с этим персонажем? Я думаю, многие тоже заметили, что ты на него похож. Ну, наверное, это ослепительная улыбка. Эти глаза, я не знаю, цвет мой, не мой. Ну, конечно, лысый, но я не знаю. Ну, я думаю, оба крепкие орешки. Ну, надеюсь на это что-то. По-любому. Ну и последняя фотография, пикчер. Ну и вот этот вот персонаж, я думаю, тоже есть что-то у вас тоже. Стань, можешь стать вот так вот? Смотри, вот прямо одно лицо, только побриться надо. Да, да, да. Ну, я не знаю. Знакомлен в кругах девушек, но… Ну, я думаю, у вас… Ты, наверное, так же коммуникабелен. Ты можешь быть и пожарником, и полицейским, и сантехником. Ну, я думаю, да. Я бы мог так легко поменять работу и быть и пожарником, и сантехником, и полицией, и милициером. А теперь давай немного в ассоциации поиграем. Я буду называть слово, ты отвечаешь, что у тебя с этим ассоциировать. Поехали. Блины. Вкусные. Кубики. Прессы. Икра. Кабачкова. Железо. Горячее. Банка. Огурцов. Крылья. Ангела. Сидр. Яблочный. Грудь. Волосатый. Трактор. Трактор. Беларусь. Только беларусь. Группа. Кровь. На рукаве. Молодец. Отлично. Ну, вот, пожалуй, и все. Мои вопросы закончены. Остается только тебе пожелать нашим подписчикам, что ты хочешь сказать. Давай. Хочу пожелать здоровья. Самое главное здоровья вам, вашим семьям. И чтобы у вас все в жизни получалось. Чтобы удача сопутствовала вам. Кто следующий? Я думаю, что надо передать слово девушке, чтобы ее спросили. И я бы хотел Лилия Кимса, чтобы в следующем выпуске была. Отлично. Лилия, я думаю, найду тебя в Сморгоне. Может, не придется ехать в Островец. Но все-таки будем надеяться, что ты согласишься. И увидимся в следующую среду, друзья. Так что всем спасибо за то, что были с нами. Всем респект и уважуха. Всем пока.